...мясо, фабрика Дион, Тенцов, Решки, Сан-Кури, Сокур, Круп, Течения Павида и Доматор, Уолисов, Кум, Куриных лица, Карачков, Вафель, Круп, Зеленого, Гороха, Лио, Авсокоприк, Сосисок, Рыбок, Лутинки, Курины, Уника, Эрма, Кормон, Консервированных Абутсок и Усижа, Принс, Соков и Соков. Кроме того, заключен доктор с Снежаной Чеботан на поставку моркови, капусты, картофель и яблок и скулуммойный ТЭКСИ на УКСКУ. Затраты по обеспечению продуктов воспитания в школьных учреждениях, не занирующих на территории Министерства в марте этого года, составили 1,358,9 тысяч леев. В марте текущего года стоимость воспитания одного ребенка в среднем сложилась сумма 13 леев 64 банки, вкладывает 13 леев 21 банки. За 2 марта стоимость воспитания на 1 леев сложилась сумма 13 леев 22 банки. При сравнительном анализе розничных цен в марте 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, установлено, что возрастные цены на такие воспитания, как мясо, гайляшки, на 22 леев, на сосиски, практически на 6 леев, на корочка, на 3 леев 92 банки, на масло сливочное, но в то же время снизили цены на сыр, рис, на крупные гречни, ловсянные, пшеничные масла, растительные. Также снизили цены, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на картофель, капусту, морковь и ствол. Это опять связано с пересорки целей в продуктах, или это действительно служение затраты на оборудование? В данном случае, если это раз у нас на оборудование, переборка на 15.64... Какой же это прием? 13.03 против плановой 13.21. Это за период 2 марта, 3 месяца средняя, которая сложилась за 3 месяца. А именно в марте месяце 13.64, сначала даже прием. Значит, 13... Ну а чем это называется? Взят в 13.21 месяце... ...планово немножко ниже плана. Пока мы равны. И второй вопрос. Кто состоит из комиссии в выборочном порядке в составе рекламы? В составе рекламы, кстати, в это время, в основном, в составе рекламы, в специальности рекламы, представители родительских, 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 нашел дочерстей. Но не складывается такая ситуация, что это люди, которые не заинтересованы, но, в любом случае, недостаточно принципиально. Не складываются у вас в том числе. Они как-то ротируются, состав комиссии, чтобы они были постоянно ездили. Я говорю, родительский комитет, потому что специалисты, понятно, что специалисты должны быть... Специалисты, которые занимаются питанием, где, как правило, включены в состав комиссии, а родители... Если мы поедем сейчас по детскому саду, не напьем, как белые яблоки, картошку... Четыре часа лучше, перед уходом, заодно посмотрю, что сумка. Ну, вы прямо поняли, не упомяйтесь. Кстати, это очень хороший метод проверок, чтобы, никого не предупреждая, вот так, после определенных каких-то совещаний, взять 2-3 человека, а я к ним поверю. Александр Иванович, я думаю, что это надо практиковать. И не только в области детского питания. Присаживайтесь. Игорь Иванович, мы с вами, в общем-то, говорили, где есть... Со всеми дамами общались. Буквально два слова. Что в этом плане вами противит, а и какие результаты, что там есть? Вы говорили о том, об отчетах, раз в квартал, как минимум. Раз почему-то закланировали сразу в ваших местах. Ну, я так понял, что раз в квартал по всем учебным учреждениям города. Вот мы там, как же, в состав комиссии, состав совета общественного питания. А где... Ну, особые отношения, главное. Нет, ничего. Дальше перейдем на раз в квартал. Ну, задача, как мы больше разговаривали, это для того, чтобы тут были какие-то жарные факты, для того, чтобы обратить внимание и администрации, и всех тех служб, которые занимаются организацией питания в медицинских учреждениях, на необходимость соблюдения всех требований, начиная с удовольствия, и дальше... Василий Тарасович, я тогда не буду останавливаться на эти общие принципы организации питания лечебных учреждений, так как это было представлено на прошлом аппаратном. Я только доложу, где изменения, которые мы получили в результате нашего анализа за март месяц, по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Так как у нас за март. Что у нас получается? У нас, если в феврале месяц, на статью питания, в январе-феврале было израсходовано 935 тысяч 238 рублей, то в март мы имеем 586,017, то есть имеет место рост на 118 тысяч. В денежном выражении расходовано на питание. А связано это с тем, что январь месяц, был месяц, когда еще не было достаточно, еще финансировано в полном объеме состава начала месяца, и не были записаны еще вообще договора, а сейчас мы имеем на 118 тысяч больше на питание на март. Что касается на одного бойного, по центральному блоку, в январе-феврале мы имели 1767, в марте 1927, по перинатальному центру 1586, 2166, по педиатрии 1189, 1947, и по турдиспансеру 1952, 2 баня 1956. И тот же вопрос, что был адресован народным образованием, мы опять своими силами, только силами нашим к обожнику, но была перекрестная проверка по корпусам, и опрос войны, были прошли 282 войны, значит, 13 числа мы это сделали, 229, удовлетворены, с количеством питания, буквально накануне, когда узнали, что сегодня будет эта информация, мы решили узнать свежие мнения, мы имеем 81,3% удовлетворенных количеств, а вот качеством питания чуть ниже, 79,9%. Опять тот же вопрос, что был и в прошлый раз отмечен больными, что желание, чтобы больше было овощей и фруктов. Мы это по сравнению с предыдущими двумя месяцами увеличили, но над этим надо еще нам работать в плане выделения большего количества фруктов и овощей. Тут есть представленные таблицы, анализ по марту месяца, в целом мы имеем за март месяц, я уже сказал, что почти на сто восемьдесят тысяч рост. Что касается по каждому департаменту, тут разные цифры, потому что и нормы разные, как по физиатрии, по педитрии и по центральному кодексу. Мы имеем, что тут цифры наглядно подтверждают, что по продуктам питания есть категории продуктов, которые где-то на семьдесят-восемьдесят процентов питаются натуральные нормы, но в то же время есть другие, как крупы, мука, и что превышает натуральные нормы. И хочу сказать, что контракт был заключен на все продукты питания на шесть месяцев. Прошло через единство восьмой кубу, но мы видим, что иногда мы опаздываем в непоявлении расшифрованных, есть опоздания с отеками, есть экономические агенты, хотя не было в этом году таких серьезных, наш адрес не до поставок по причине неуклаты, а были, особенно в феврале, в начале марта месяца, были проблемы с молочными, выиграла фирма «Лаптис» из Рыжка, и не было достаточно у них молока и масла, но в основном я... А какие меры? Есть договорные обязательства, они обязаны для их проблем. Если мы не будем... Единственное, что мы допустили, может быть, нарушение, но пару раз на основании докладных пищезлоков мы позволили на основании этих самых контрастов. Мы обосновали тем, что ничем не доставляли нам основной экономический агент, который у нас, переговорили с ними в этом фоне, и написали письмо, что если в дальнейшем не будет в свое время на выполнение заявки наши, обратиться в агентство госокупок, чтобы они их пришли, чтобы включили этот черный список, или чтобы мы с ними... Но пока хотя бы усердие их загрузили, потому что еще раз повторяю, задача это проблемы в культуре с холодильником, но что задача обеспечить нормальную питание. Мясо без костей 73. Мясо с... Есть по категориям, есть мясо с костями, есть костя с мясом. Нет, есть мясо с костями. Это и... И эти самые... Акарачкара 27, мясо без костей 73. В общем, тут есть перечень, и это прошло через... Вы сами пробовали? Да, мы сами пробовали, а вот что, в основном через агентство будет пробовать. Хорошо. Значит, вопросы, пожалуйста. Вы, Иван Иванович, я еще раз повторюсь, что задача наша сделать так, чтобы максимально подойти к требованиям с точки зрения качественных показателей, питания, в отличие от учреждений, подбережных банков. Но и мы в прошлом раз нету, мы говорили о том, чтобы как-то плавно прийти к контролю общественного производства, в отличие от организаций, которые имеют согласие администрации, по части лечебного процесса. Я хочу подумать, как это сделать, вы над этим работаете. Политетовый процесс. Ну, там нечебный процесс-то такой может быть. Это, наверное, не сможет сделать, потому что это специфический контроль, да, но вот то, о чем вообще, общество говорит. Вот там идешь на занес, кроме того, что можно по полису, еще требуют деньги. Или там лекарства дают должности по полису, а их, наверное, вот в этой области мы тоже должны найти форму общественного бюджетного контроля, или периодическую контроль, с участием представителей и профсоюзных организаций, общественных организаций. Продумайте, как это сделать, для того, чтобы мы, как вы знали, и ваш персонал знал о том, что какие-то с вами могут быть, понятно, не вмешивались в лечебные процессы. Значит, первое, это не так. Я сейчас что-то вятный, мы тогда скажем, все время неизвестно. Но, в общем, не лечебные процессы, а само отношение к тому, насколько в полном мире обеспечиваются требования лечебных медикаментов по полису, и те, которые будут проделены торреты. Но есть это и тоже. Есть, которые не являются обязательными заходами, связанными с зеркальцами. Хорошо. Присаживайтесь. Хотя, я думаю, пожалуйста. из всех, мы правительственных организаций, которые поддерживаются и цели работы в области молодежи в области на лечебной политике. Все охвачены, и есть те, кто более активно сотрудничает, а есть те, какие-то зарегистрированы в области и ждут моменты, когда провести какой-то литерат, или ассо, или ассо. В основном будет 20-25 общественных организаций. Остальные, хотя мы пытались их лично, даже официально, приглашать на всякие мероприятия, которые выезжают на молодежи на муниципальном уровне, не приходят, не являются, или же они зарегистрированы по таким адресам, где не отвечают за лифоны и даже не существует. Из этих 20-25, которые нужны на контакт, в основном продолжают активно работать около 15-18 организаций. То есть по переработке тоже некоторые из них начинают. проявляются другие новые, но это так, спонтанно. То есть остальные держат юридическое право на проведение никакой партии под руководителя созаврения. Где у нас в Италии имеют жизнь? Давайте проведем есть по-моему закон, обязывающий неудобно в общественной организации учитываться с ними. Если они не проводят ничего, то вы когда-то строите. Пожалуйста, организуйте так, чтобы непонятно, что не вашим таком усилием это должно быть сделано, но сделаем такой анализ хотя бы про некоторые что сделано за последние годы хотя бы в области тех организаций, которые зарегистрированы для работы в области молодежной политики. Хотя это касается и всех общественных организаций. их у нас по-моему 300. Если вопросы у меня задавались, давайте задаваться. задавались задавались на то, что мы можем измолить, поэтому надо должно быть пришло обойти внимательную информацию, которая касается этого направления снижения. Что делается, какие сложности и вопросы которые будут задаваться. Что это отличие, что мы будем говорить. «Улица Михаила Витязы, Святого Николая, улица Хиевская, улица Первого Мая до Святого Николая, улица Николая Йоркова. Начали работы по устройству ямочного ремонта в асфальт Капитоне улица Садовяна и улица Кушкина. Там мы сделали нарезки. Сегодня приступаем к выдалкиванию подготовки ямной для асфальтирования. Выполнены работы по гарантированию улиц Белого Гориаж в районе Московского комбината улица Московская, улица Первого Мая, улица Мурышанов. Выполнен также ямочный ремонт дороги в Щебне. Это улица Московская 11 и улица Новослободзейская. На разрезе выданы три разрешения ООН Камбран Ахмед прокладка водопровода и канализация улиц Бостоевского 53, ООН Плановая замена трубопровода в углу трассы улицы Шлемара СРЛ Устройство парковки улицы Киевская С-14 По обеспечению безопасности выполнено обслуживание 42 сутрофорных объектов произведено техническое обслуживание содержания 2 метров направляющих пешеходных отражений выполнено ремонт 9 дорожных знаков. Установлены 3 новой дорожных знаков. Эта остановка запрещена по улице ждает Александр Сулбун, табличка по улице Александр Туркевич и табличка по улице Печебал Полисова. Также произведена очистка ливневой ливнеприемника от предела и грязи с погрузкой и вывозом. Это по Штехана Челмаре по улице Крылова Бульвара Минес по улице Донича. И установлено 5 ливневых решеток по улице Донича, которые тоже неизвестно где пропали. В отношении кемы и спецконтурности Ну и конечно это недостаток финансовых средств. Мы нашли возможности пока договорились с карьерами виновными долг и верхние материалы. Самая узкая позиция это пока идет по Битуму. Битуму если предварительно когда мы готовились к этому сезону предварительные разговоры в итоге о том что Битум будет стоить порядка 12-12 200 литров то сегодня цена идет вопросу уже 12-13 300 литров и как бы достаточно завезено его еще в республику пока нет. Но пока по последней как раз но во всяком случае мы пока где-то на 500 тонн асфальт бетонной смеси Битуме и ведем переговоры по тому чтобы пополнить безопас существует сейчас ограничение по части фирм которые завозят или право завозят Битуму в республику я знаю что такое было в свое время я вам сейчас скажу что я в данный момент не пробовал этот вопрос но два года назад имели ряд фирм которые дали лицензию на право ввоза этого материала уточните мы в свое время пробовали с нашими партнерами по Белоруссии содействовать но тогда наткнулись на этот запрет что выдал пока или не что это я еще проверил по вопросам финансов в принципе это тот случай когда дорога ложка кобеда если мы найдем эти деньги где-то в конце августа месяца то уже не нужны нам необходимо сейчас мобилизации максимум средств для того чтобы обеспечить тот минимум материалов для который необходим для ямышного ремонта запланированного по части восстановления проезжаемости дороги не только проезжаемости по простепенным как мы говорим дорогам или белым варианте какой порядок существует если вы называли четыре улицы что положено в основу планируется то есть обращение граждан заложено в план наши дороги по прошлому году что мы обещали сделали и обращение которое поступило в этом году не единичное граждан но но а вот я не раз напоминаю узком месте как примекание к основным магистралям тростепенных дорог по 31 августа по паровозной где у нас еще есть по Киевской есть отдельные участки хотя бы на уровне 10-20 метров основной магистрали чтобы там не были озера наверное тоже нужно включать это связано с финансами мы заложили отличительные черта есть несколько отличительных черт программы по ремонту дорожного хозяйства в 2012 году в том числе то о чем что вы сказали что примекание там не делаем будем выполнять в асфальте и также подъем на уровень поверхностей в части колодцев коммуникации инженерной также замена блок колец поскольку это ускольблено возвышением в округе отломок нашего кольца хорошо присаживайтесь еще один вопрос Василий Михайлович упомянул светофорок насколько я имею информацию что новый светофор дает достаточно экономии по электроэнерги так ну да первый месяц показал что да значительная экономия идет по электроэнерги давайте напряжемся и хотя бы по центральной части запранированность перевод и закупка новых светофоров я понимаю все сложности но тем не менее опять-таки за счет перераспределения в течение года на данный период надо подумать вместе подумать о чем идет речь чемпионы посвятить сколько это будет 3-4 светофора для того чтобы мы продолжили эту работу учитывая и экономический эффект да и качественные показатели работы светофора на ремнице конечно во многих показателях это сегодняшний день присаживайтесь пожалуйста разрытие то что говорит о других не надо во дворе не надо по последней очереди я имею ввиду по штепенчан малина против меня заявка интересует вот если ко мне обратятся битчане заявку сделаны заявка сделана это чисто такая формальная работа потому что моральная ответственность несет организация которая произвела разрядка мы в прошлый раз взывали к вам чтобы вы нашли средства и оплатили долги перед Василием Михайловичем потому что я был уверен если сейчас Василий Михайлович поднять он скажет а вы красавица мне должен 230 тысяч заявка будет после того как вопрос я понимаю почти провокационный но я это и войдут к чему Михайлович мы договаривались и я требую по прежнему своевременное восстановление по основным магистралям где был асфальт и бетон и необходимость была произвести разрытие при всех сложностях при всех финансовых недостатках значит мы должны обеспечивать своевременное восстановление поэтому пожалуйста примите меры чтобы не было необходимости административно влиять на вашу деятельность я хочу говорить что я в пятницу рассчитался с кредитом миллион двадцать тысяч сейчас немножко станет полегче буду наверное рассчитываться с Василием Михайловичем но вы не психолог давить давить на больницу потому что более миллиона леев должны как бы обучать больницу не хочется нет вы не психолог как нет почему вы воздействуете на меня психологическим миллионом двести долгов которые вы заплатили да еще добавил в больницу миллион попробуй примар придаюсь к нему когда он два миллиона прощает сегодня за какие-то двести тысяч Виктор Савич может моя беда в том что я так сказать знаю ваше положение и поэтому не всегда может быть нажимаю там где нужно нажимать но при всех сложностях я думаю что нужно реагировать на те во всяком случае замечания которые озвучиваются в ходе аппаратного совещания и те по которым есть обращение граждан хорошо присаживайтесь работа по проведению праздника и дне памяти с точки зрения организации общественного транспорта дорожной полиции подготовки мест где будут массы людей что в этом плане сделано что если сделать есть ли какие-то сложности которые нужно подкорректировать чтобы вовремя пассажирского транспорта в плане проведения прошедшего пасхи и день памяти была разработана схема эта схема отображена в письменном виде в виде поручения во всех задействованных структурах расставить письма в том числе и с приложением схем движения общественного пассажирского транспорта в адрес сми схемы тоже переданы в четверг в 11 прошедший четверг в 11 в 11 в 11 кабинете была проведена встреча со всеми транспортниками включая таксисты когда там таксисты не все явились но это уже другой вопрос мы подогоним в рабочем порядке значит эта встреча проходила на этой встрече был представитель дорожной полиции все вопросы в принципе сняты уже на протяжении недели автобусный маршрут номер 20 продлен до письменского мастера и выдвижения на статус и гостеприимства значит это по подготовке общественного пассажирского транспорта уже 2 недели и сильно работает Дельсу по уборке кладбища мое личное мнение такое что в этом году состояние кладбища намного лучше чем в прошлом году но в то же самое время и активность людей намного выше прошла долгишней количество вывезенного мусора один показатель и количество преданных захоронений это другой показатель сегодня количество такое количество где еще будут пристес работать значительно меньше чем в прошлом году на этот же период грубо говоря на 3-4 дня в этом году быстрее и больше делается работа это нагрузка на муниципальные предприятия ДСУ поэтому в этом покладочном в четверг попросил директора поливалентной школы номер 5 и он дал ему группу на ребят которые привезли и расчистили и убрали тот объект который был по прошлому году у нас оставалось несколько порталов внутри старого кладбища которые заросли сильно поросом сил не хватало прорубить и там был мне тот порядок который в этот четверг этот порос мы подали на и таким образом нам предоставлена возможность вывоза выноса мусора уже на на крае дороги как вы говорите дальше уже вечером хорошо по организации дополнительных точек биотуалетов и так далее ты продумали этот вопрос биотуалетов нет но количество туалетов деревянных на которые таблички бесплатно висят достаточно количества с точки зрения расположения транспорта вместе с дорожной полиции продумали что где работалось это четкое расчищено подъездные пути к этой площадке расчищены неизвестно о том что комиссариат полиции к этому вопросу тоже подошли заблаговременно и как вы имеете наше свидетельство что все силы комиссариата полиции за исключением розыска который будет следить чтобы в тот день когда все на кладбище по квартирам никто не было наложено на это совещание хорошо то есть сегодня предприняты все меры для того чтобы обеспечить порядок дорожной полиции вопрос если позволите мы определились местом парковки транспорта расчет сил средств проведен по месту распределена кладбища абсолютно единственный вопрос который у нас возникает установка торговых точек вот этот вопрос что мы сняли остальных вопросов не было вы с точки зрения того что нужно или не нужно нет чтобы узаконить их то есть упорядочить то есть установлены узаконены места чтобы не было все места узаконены и вы это знаете прекрасно и в центре и там выдано разрешение со схемой просто мне непонятный вариант почему полиция просит чтобы им тоже направляли схему разрешения когда каждый человек который торгует у него на руках все это есть согласно закону о внутренней торгии более того в прошлой неделе по этому вопросу у нас возникало очень много вопросов по поводу работы полиции первое у танка стоял как минимум 5-6 машин два людей начиная с вторника и они были и были и в пятницу стояли и в четверг и скажем так мы их видели более того там расположены были люди которые торговали незаконно значит я попросила на площади в сферах это касалось и очков и всего того что там было значит я попросила чтобы они посмотрели все это и те люди которые там стояли незаконно чтобы они были наказаны и если можно в наш адрес кто был наказан и Михаил Константинович согласно закону внутренней торговли мы не обязаны представлять муниципальному комиссариату полиции схемы размещения все эти схемы мы поменяли в этом году вообще отношение к тем людям которые торгуют то есть они получая разрешение получали тут же схему схема вот такого плана на руках была у каждого с определением места если есть какие то здесь недоразумения то я думаю если вам нужно встретиться и лишние бумаги наверное платить не нужно потому что каждый торгующий получает разрешительные документы вот это должно быть на руках у каждого торгующего если нет этих документов что-то я прошу прощения мы запрашиваем только там где их нет в наличии не представляет если нет в наличии считайте что это незаконное место со всеми вытекающими отсутствиями пожалуйста все выходные весь фонтан был усложен значит здесь если есть Михаил Константинович если есть такие же обращения значит еще раз прошу принять я прослушал извините вокруг фонтана несанкционированная торгова значит каждый особенно сейчас в праздничные дни должна быть усиливана проверочная работа наличие разрешения нет разрешения извините это незаконная торговля значит я прошу и финансистов и всех кто задействован по мероприятиям подготовки дня города ко дню города посмотреть на выполнение тех работ которые запланированы чтобы это не было в последний момент начиная вот оформительских дел связанных с наличием флажков там многих тех которые вещей которые нужно подготовить заранее заканчивая работами которые требуют финансовое положение затрат людских материальных и так далее то есть выполнение всех запланированных мероприятий или подгонка тех которые запланированы могут быть привлечены к дню города чтобы выйти все время в выполнение месяц прилетит быстро поэтому решу тоже взять на особый контроль документ вопросов у вас присутствующих всем спасибо